Итак, мы с вами рассматриваем те моменты, которые создадут своеобразный фундамент для изучения непосредственно предмета «Писание и толкование» в контексте библейского богословия. В прошлый раз мы обсудили сущность или природу Писания — это выраженное человеческим языком Слово Божье. Это был первый большой раздел нашей вводной лекции. Далее мы перешли к природе непосредственно толкования, где разобрали ряд вопросов, связанных с герменевтикой. Мы коснулись вопроса значения, то есть что тот или иной текст значил во время его написания. Мы также коснулись вопроса о значимости, то есть того, какова ценность данного текста для современной аудитории. Вопрос семантики отчасти относится к области библейского богословия, а именно какое значение исследуемый текст имел для его целевой аудитории. Тогда как, поднимая вопрос о значимости текста в современном контексте, мы выходим за рамки библейского богословия и вторгаемся в область богословия систематического. Библейское богословие, по сути, представляет собой путь от первой главы Бытия до последней главы Откровения, так, как он представлен непосредственно в Писании. И с этим мы перешли к пункту Г. Первый раздел — вводные замечания, пункт Г. Ценность или значение библейского богословия. Вот что апостол Павел говорит Тимофею во втором послании к Тимофею, 2 главе 15 стихе. 2 Тимофею 2.15. Павел говорит Тимофею, «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим Слово истины». Автор напоминает нам о том, что следует правильно разбивать, правильно делить, с осторожностью, должной аккуратностью. Вот так нам надлежит обращаться со Словом истины, что в данном контексте в первую очередь относится к проповеди Евангелия. Но это вполне справедливо, можно отнести и к письменному Слову. Если Тимофей действительно отнесется к Слову с должным почтением, то это будет коренным образом отличать его от таких людей, как именей Ифилит, которые упоминаются во втором послании к Тимофею, 2 главе, стихах с 16 по 18. Люди, которые потерпели кораблекрушение в вере. Тимофею так поступать не должно. Позвольте мне привести вам несколько примеров того, как корректное обращение с Писанием, как со Словом истины, с учетом того, как Библия сама раскрывает свой сюжет и свое учение, свою основную тему, которая и составляет библейское богословие, формирует нас как образцовых исследователей Божьего Слова. При этом призываю вас не забывать общее правило понимания библейского богословия. Я буду его многократно повторять. Мы помещаем текст в его контекст, в риторическое или литературное окружение, в контекст соответствующей книги, канона в целом, и в контекст развития истории искупления, в контекст развития Божьего плана. Итак, позвольте привести свой первый пример. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2 стих. Иоанна, 14, 2. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. Кто ответит мне на следующий вопрос? О чем говорит Иисус, когда сообщает, что идет готовить место? Вопрос без подтекста. Небеса, но выражаясь языком этого стиха, Дом Отца, в котором много обителей. Итак, наш текст, Евангелие от Иоанна, 14, 2. Более широкий контекст смущения сердец учеников. Они обеспокоены и нуждаются в заверении и ободрении. Обратите внимание, да не смущаются сердца ваше. И далее в третьем стихе. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Ибо здесь Иисус Христос говорит о своей смерти. Соответственно, ученики обеспокоены и смущены. Учитывая литературный контекст изучаемого высказывания, мы имеем дело с прощальной речью. Иисус в горнице, и Он обращается к Своим ученикам. Не ко всему миру, как в главах с 1 по 12. Там Он действительно обращается ко всем людям. Но эти слова Он говорит для Своих учеников в горнице. И Его речь перекликается с другими прощальными речами, записанными в Библии. Например, Моисея в книге Второзакония. Это прощальное обращение к народу. Пример подобного дискурса мы находим в Евангелии от Иоанна. Книге о пришествии, то есть о приходе на землю Сына и о Его возвращении к Своему Небесному Отцу. Все это вписывается в общую картину о том, что тот, кто пришел, тот, кто был послан, теперь возвращается к Своему Отцу. Это канон Писания. И с точки зрения развития истории искупления, эти события находятся в эпицентре, не так ли? Речь идет о смерти и воскресении Сына Божьего. Это страстная неделя. Неделя распятия. Я иду приготовить вам место. Я преподавал в Богословском колледже, где студенты регулярно проповедовали на богослужениях. Так вот, во время одной из проповедей студент процитировал этот текст. «Пойду и приготовлю место вам». При этом знаете, о чем он проповедовал? Об Аде. Поразительно, согласитесь. Мыслимо ли это вообще, с любой точки зрения, проповедовать об Аде на основании этого текста, целиком и полностью игнорируя контекст, литературное окружение, контекст всей книги и так далее? Он решил, что возможно. Это пример неправильного обращения со словом истины. А теперь второй пример. На этот раз не из проповедей, а из курса по систематическому богословию. Я привожу его в курсе по систематическому богословию, но повторю для вас сейчас. Эти два курса будут во многом взаимодополнять друг друга, ибо систематическое богословие я обычно преподаю с точки зрения богословия библейского. Евангелие от Луки, 44 глава. Это первый том из двухтомника произведений Луки. В его заключении записаны такие слова. Вот почему Иисус Христос говорит эти слова своим ученикам. 44 стих. «И сказал им, «Вот то, о чем я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах, во всех основных разделах еврейской Библии». Говоря другими словами. «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им, «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаяния и прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же, — говорит он, — свидетели сему. Я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силою свыше». Если хотите, это великое поручение, сформулированное и представленное Лукой, чтобы проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах. А теперь давайте перейдем ко второму тому. Книга Деяний, глава 2, стих 38. Это слова Петра, обращенные к пришедшим из всякого народа под небом, а также к иудеям в день Пятидесятницы. В тот самый день Пятидесятницы, когда на всех собравшихся особенным образом сошел Святой Дух. Услышав это, они умилились сердцем, если вы помните, и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать. Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». А теперь Деяние, 10 глава, стих 43. Книга Деяний, 10-43. На этот раз в качестве слушателей выступают не иудеи, все происходит в Средиземноморье, Кесарии. Петр проповедует язычникам, богобоязненным и по убеждениям близким к иудаизму. Не обрезанные пока, но все же близкие. Итак, это люди, симпатизирующие иудаизму, люди, боящиеся Бога. И вот речь Петра достигает своей кульминации. В 43 стихе он говорит об Иисусе. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его. А теперь давайте откроем 13 главу Книги Деяний, стих 38. Отслужение Петра, который проповедовал иудеям, относящимся к категории богобоязненных людей, мы переходим к служению апостола Павла. Его фигура становится ключевой во второй части Деяний, тогда как в первой части ключевая фигура Петр. Иначе говоря, отслужение Петра, апостола иудеям, обрезанным, мы переходим к служению апостола Павла, апостола язычникам, необрезанным. Павел выступает в Антиохии Писидийской. Итак, вот что он говорит в 38 стихе. «И тогда будет известно вам, мужи-братья, что ради него, то есть Иисуса, возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом, Моисеевым оправдывается им, всякий верующий». И, наконец, Деяние 26 глава, стихи с 15 по 18. И эти слова также принадлежат апостолу Павлу. Павел вспоминает, что с ним произошло по дороге в Дамаск, его удивительное обращение. Он вспоминает, как там Иисус призвал его следовать за ним. Итак, Савл Тарсянин становится апостолом Павлом, апостолом-язычником. И вот что он говорит царю о гриппе в стихах с 15 по 18. «Сказал я, кто ты, Господи?» Обращаясь ко Христу на той самой дороге в Дамаск. Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны, к Богу. И, веруя в Меня, получили прощение грехов и жребий с освященными, с теми, кто освящен, кто отделен от остальных, веруя в Меня, веруя в Иисуса». Из этих текстов из Евангелия от Луки из деяний явствует, что прощение грехов — это огромное преимущество Евангелия. Если говорить о Евангелии спасения и его плюсах, то в первую очередь следует упомянуть прощение грехов. Однако серьезное отношение к этому вопросу требует серьезного отношения и к вопросам Божьего суда, Божьей святости, Божьего гнева. Ибо прощение грехов основано на том, или зиждется на том, что огромная пропасть между Богом и нами преодолевается. И преодолевается она крестом Иисуса Христа, Его крестной смертью. И рассматривать это следует в свете Ветхого Завета, а именно в свете того, что Бог — это Бог, желающий прощать грешников. Весь Ветхозаветный контекст я описывать не буду, но изучая тот или иной важный текст, например, 34 главу книги «Исход», где Бог являет себя Моисею, Моисей хочет узнать об этом Боге больше. Он желает узнать имя Бога. Ибо в этом мире знать имя человека означало иметь доступ к его самой сути, к сути его личности. Для нас сегодня это просто обозначение. Если вы, зная Мое имя, выкрикните его, то я обернусь и посмотрю на вас. Однако, если рассмотреть этимологию моего имени, то обнаружите, что грехом обозначает камень, а коул — капуста. Таким образом, в древнем мире Ближнего Востока я при рождении, вероятно, кому-то не приглянулся, поскольку меня назвали камнеликой капустой. В современном же мире и современном понимании слово всего лишь знак, указатель на объект. Оно не носит дескриптивный характер, что имело место в древнем мире, где имя было призвано отражать суть человека. Поэтому Моисей хочет знать, кто этот «Я есть мсущий» — «Я был, есть и буду всегда». Кто явил себя столь опосредованно, в «Горящем кусте» — третьей главы книги «Исход». Моисей жаждет узнать имя этого Бога. «Как тебе имя?» — вопрошает он. Итак, давайте обратим внимание на события на горе Синай, глава 34, стих 6. «И прошел Господь пред лицем его и возгласил». Это провозглашение его имени. «Господь, Господь, Бог — человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину и так далее». Пожалуй, этот стих в первую очередь составляет основу для утверждения систематического богословия об атрибутах Бога. Это то, что знали Иудеи и Раввины и то, что дошло до наших дней. Это свойства, это характеристики Бога, вкратце, представленные в этом богоявлении на горе Синай. Поэтому неудивительно, что в свете явления Христа, в свете появления Иисуса Христа, провозглашается прощение грехов во имя Его, ради Его имени. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Однако, и в этом важная мысль. Возьмите любое систематическое богословие, например, богословие Милларда Эриксона, Миллард Эриксон, авторитетный евангельский богослов из Южных Баптистов, автор основательного труда по систематическому богословию, написанного богословом-философом. В моем издании христианского богословия есть три существенных упоминания о прощении грехов. На страницах 296 и 297 Божье прощение грехов упоминается для того, чтобы показать Божью благость. Это пример Божьей благости. Не предмет обсуждения, а всего лишь иллюстрация. Далее, на страницах 684 и 685 прощение Христом людей приводится в качестве примера Его самосознания или самоопределения. Это указание на Его божественность, ибо прощать может только Бог. Опять-таки, тема прощения грехов является здесь не главной, она упоминается в ином контексте, а именно служит доказательством божественности Иисуса Христа, который, будучи Богом, обладает властью прощать. И далее, на странице 963 прощение определяется как результат усыновления, в разделе которой именуется «Привилегии усыновления». Здесь обсуждается мысль о том, что по благодати мы примыкаем к Божьей семье, и через это получаем возможность обрести прощение. Следовательно, прощение рассматривается как результат усыновления. Однако в свете Луки и Деяний, а также в свете Книги Исход, прощение — это существенный плюс Евангелия. Оно имеет ключевое значение. Библейское богословие, призывающее нас рассматривать текст в контексте всей Библии, помогает нам правильно понять акцент Писания. Помогает нам правильно расставить акценты в Писании. Систематическое богословие выносит это скорее на периферию и рассматривает все, как если бы мы имели дело с точно таким же текстовым пространством, если так можно выразиться. А посему ни из Эриксона, ни из Грудома, ни из Макграта, ни из Беркофа, ни из кого-либо иного, не становится очевидно, насколько значимо прощение грехов в Новом Завете. Ибо о нем должно возвещать всему миру во имя Иисуса Христа. С течением времени наблюдаются довольно тонкие тенденции в кругах евангельских христиан. Прощение грехов как бы выпадает из поля зрения, утрачивая свою важность. Ныне люди приходят ко Христу для того, чтобы жить успешно и благополучно. Детям царя полагается бизнес-класс и тому подобный абсурд. Давайте объясним это Иеремии или Иоанну Крестителю и забудем о том, что Иисус вообще был распят. А ведь это лежит в основе апостольских трудов святого Павла. Однако, отвлекаясь от всей этой чепухи о процветании, где прощение грехов? Человек приходит ко Христу, чтобы обрести смысл жизни, обрести цель для того, чтобы быть целеустремленным христианином. И все это правильно, и мысль о цели, и о смысле. Однако, куда же делась мысль о том, что нам нужно прощение? Святого Бога, который настолько любит нас, что во Христе простер нам свою руку, чтобы привести нас к себе. Библейское богословие помогает нам обратиться к тому, что мне представляется существенным недостатком подхода систематического богословия. По крайней мере, в евангельских кругах. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...